Солнце Солнце, застывшее у горизонта, огромное и невероятно притягательное для взора. Наша настоящая, маленькая повседневность, на которую нет времени обращать внимание. Прошлое же, подобно закатному солнцу, манит нас своей невозвратностью. Это было бы прекрасно, если бы не боль от иных воспоминаний. Теперь уже не физическое, но душевное, и ее не прекратить, зажмурившись, как от яркого солнца. Она живет где-то в области сердца и периодически дает о себе знать, сжимая в горло подступающей слезой. Но если отпустить эту боль, солнце скроется за горизонтом, и наступит ночь. Ночь забвения и беспамятства, наступит пустота, смерть. Только смерть имеет застывшие формы и полное отсутствие каких-либо чувств. Но мы хотим жить. Сейчас в это трудно поверить, просто немыслимо. Как можно прожить на 125 граммах хлеба в сутки, 40-градусный мороз, без отопления, канализации, центрального водопровода, под нескончаемыми продолжительными артобстрелами и бомбежками в замерзшем городе. Выжить и победить. Победить смерть, голод, болезни, холод. Победить отчаяние и ужас. Победить безжалостного врага, не склонив перед ним голову. Они сделали это. Простые люди. Такие разные и обыкновенные. У каждого своя судьба. Свой путь к этой победе. В конце лета 1941 года обстановка на фронте вблизи Ленинграда была тревожная. Немецкие войска приближались к городу с юга. С севера наступала финская армия. Несмотря на это, жизнь в городе шла своим чередом. Работали заводы, фабрики, магазины, столовые, кинотеатры, библиотеки. В начале августа, когда угроза захвата города противникам стала очевидной, началась эвакуация жителей, прежде всего детей. Их собирали в большие группы из летних лагерей, детских садов и по железной дороге переправляли вглубь страны. Но этот путь эвакуации был вскоре перерезан наступлением немецких войск. Железная дорога захвачена, местами разрушена. Эвакуация была остановлена. Многие вернулись в Ленинград. Когда началась война, было принято решение, чтобы детей эвакуировать из Ленинграда. У мамы было три детских сада. Вот эти три детских сада Куйбышевского района, города Ленинграда, объединили в один куст, так называлось это, и вывезли в Малую Вишеру. Когда уже немцы стали подходить к Пскову, нам срочно нужно было уезжать в Ленинград, потому что оставаться там под немцами не хотелось. Немцы уже подходили, близко совсем были у Малой Вишеры, они бомбили железнодорожный вокзал, поэтому нужно было срочно уезжать. И вот эти всполохи, этот грохот бомб рвущихся, крики, надо вывезти нас туда, ближе к Ленинграду. Там остался один паровоз, нас всех туда загрузили, и нас вывезли в Ленинград. Так мы оказались в Ленинграде, который почти полностью уже был окружен. Вот мы прорвались буквально туда, и кольцо замкнулось. Город готовился к обороне. Противотанковые заграждения, укрепленные позиции артиллерии, окопы и траншеи. Так теперь выглядел пригород Ленинграда. Несмотря на мужество и самоотверженность солдат советской армии, немецко-фашистские войска продолжали наступление. И 8 сентября 1941 года Ленинград попал в полное окружение. Все транспортные пути к городу были отрезаны. Фронт подступил к южным окраинам города. Немецкая артиллерия и авиация приступили к массированным обстрелам и бомбежкам. Задача Гитлера была уничтожить Ленинград, превратив его в руины вместе с населением, женщинами, стариками и детьми. Однажды велся обстрел по Киевской улице. Снаряд один взорвался, второй, третий я вижу в школу. Пролет над между этажами, про стену упал снаряд. Самая большая пушка стояла на Пулковских высотах. Вот она, звали ее Берта, так вот мы ее в народе называли. И вот она прямой наводкой била регулярно по Ленинграду. Гибли люди, потому что снаряды влетали в окна, в дома. И в Ленинграде до сих пор на Невском проспекте, на одном из домов в начале Невского проспекта до сих пор сохранена табличка «Эта сторона улицы наиболее опасна при артообстреле». «Бомбили и днем, и ночью, а вот особенно ночью почему-то. И ночью спать хочется, да, и мы в подвал. Хорошо, в нашем доме прямо внизу был подвал, и мы там… Это, конечно, там дети уснем, родители мучились с нами». Восьмого сентября немецкой авиации были уничтожены Бадаевские склады. Черный дым от пожаров застилал небо. Так как самолеты немецкие бомбили постоянно Ленинград, каждый божий день. Очень много было разрушений жилых домов, и они бомбили предприятия. И вот однажды случилось непоправимое. Они разбомбили Бадаевские склады. Черное небо, эти зенитные пушки работают. Все небо черное. Ни в одном кино я так и больше нигде не видел. Все небо черное. Выше летают немецкие самолеты, юнкерсы. И выбирает цель, и он начинает это. Пикирует, сбрасывает эти бомбы и уходит. Это были деревянные склады, помещения деревянные. Там хранился запасы продуктов на большое количество месяцев. И вот когда туда прямое попадание было, то сгорело все. Бадаевские склады вот с левой руки горели довольно сильно. И потом ленинградцы ходили на это место и собирали землю. А земля была сладкая. Сахар там же был. Сахар, масло, мука. Вот это все сгорело. И Ленинград остался практически без продуктов. Дело в том, что еще это уже из разговора говорят, что вот сначала начали гасить те склады, где там были велосипеды, металлические кровати. Само-то здание горит. А продуктовые в сторонке стояли. Продукты дешевые, чего их это? И их немножко позже начали гасить. И, короче говоря, в основном продукты сгорели довольно очень сильно. Город лишился основных запасов продовольствия. Над Ленинградом нависла угроза голода. Были введены карточки. Нормы выдачи хлеба снижались. В октябре они составили 400 грамм для рабочих и 200 для служащих и иждивенцев. Количество продовольствия быстро сокращалось. Короче говоря, сразу уже после этого резко начали снижать количество продуктов. По карточкам. И начался постепенно голод. Когда уже Бадаевские склады разбомбили, с продовольствием стало очень туго. И началось снижение норм. Вначале немножко, там на 100 граммов убрали. Потом на 200. И вот, наконец, дело дошло до того, что 13 ноября карточки стали выдавать, где было написано 125 граммов хлеба для иждивенцев и детей. Город продолжал работать на фронт, поставляя оружие и боеприпасы не только для защиты своих границ, но и для других фронтов, в том числе для обороны Москвы. С первых дней блокады были организованы поставки продовольствия по воде Ладожского озера, но из-за частых авианалетов прорываться к осажденному городу удавалось с огромными потерями. В ноябре с ранними сильными морозами по быстро вставшему льду отправились первые продовольственные обозы, сначала конные, а потом автомобильные. Дорога 101. Дорога жизни. Под бомбами противника, под постоянной угрозой ухода под лед, днем и ночью груженные полуторки ползли по снегу и льду, доставляя в город продовольствие и вывозя из него изможденных, голодных людей, в основном женщин и детей. Была открыта дорога жизни по Ладожскому озеру. Трасса проложена до Кабоны. На дачных таких поездах подвозили к Ладожскому озеру, там пересаживались на машины полуторки или автобусы, такие маленькие автобусы, и везли через Ладогу. Когда началась дорога жизни по льду Ладожского озера, первые, конечно, были на лошадках. Но когда уже толщина льда пошли, машины полуторки. На большой земле их грузили, и по льду они вот шли сюда. По радио объявляли, что кто не работает, уезжайте на большую землю и вывозите детей. Ехали мы ночью, чтобы нас не разбомбили, не видели. Во-первых, было запрещено машинам останавливаться. Мороз 40 градусов. Машина остановится, мотор заглохнет, и все. Автобусы шли один за одним. И только регулировщики показывали направление. А обратно эти же машины, они пустые были уже, они везли продовольствие в Ленинград. От сильных морозов в городе разорвало водопровод. Отопление и канализация не работали. За водой приходилось идти на Неву. Медленно, словно тени, изможденные голодом и холодом люди брели, покачиваясь по улицам города с саночками, на которых везли ведра с водой. Вода стояла в прихожей, в этой, ну, на кухне, ванна оцинкованная. А водопровод замерз. Обогревались маленькими жестяными печками. Дымоход выводили прямо через окно на улицу. Дрова быстро стали дефицитом. Разбирали разрушенные снарядами и бомбами деревянные строения. Но от голода порой не было сил дотащить дрова до дома. Эти буржуйки нас согревали. Топились они бумагой, газетой, щепками. Когда их разжигали, они становились красные. Вот просто от них жар пылал. Но когда прекращали бросать туда бумагу или щепки, они остывали, и в комнате наступал тот же самый холод. Это не то слово. Это было очень холодно. На мне было все, что только можно было. Зимнее пальто, зимняя шапка, шерстяные ритузы, шерстяные носки, валенки, шарф вот так обматывался. И сверху зимнее теплое одеяло. Вот так. Вот так я выглядела. Ну, когда приходила мама, топила буржуйку, все это сбрасывалось, и был какой-то момент отдыха от всей одежды. Согревались, пили горячий кипяток. Днем 8 декабря выключили электричество. Трамваи замерли на улицах. Город погрузился в темноту. Новый год 1942 года. Несмотря на страшный голод, в детских домах организованы новогодние елки. Для детей приготовлены подарки. Конфеты, печенье, мандарины. В Новый год дали торт. Маме там, всем давали, наверное, и маме дали торт. Ну, торт лежит, ждем. А потом раз и исчез. Нету торта. Мама приходит, а где торт? Не знаю. Ну, я же не могла съесть, как глядь на меня. Она, что мне там 4 года могла, или меньше, чуть-чуть. А кто был? Шурик. Шурик. Мы с ним играли. Я даже не заметила, вот как он его стащил-то. Ну, она пошла к ним. Ну, я хороший сосед, хороший. Вместе пили чай. А Шурик, ты брал торт? Нет. Но все-таки брал или не брал? Он к двери. Мы с мамой там были. Это вот я помню. И уже выскакивает, кричит. Под кроватью, под кроватью. То есть он его украл. Ну, потому что голодный. Ну, все нормально обошлось. Шурик не наказывали. Ну, за что наказывать человек голодный? Новый год, значит, мать откуда-то принесла две или три картошины. И она их помыла по... Мне кажется, и не почистила. Сварила по кусочку. Каждому дала. Вот мы съели. И это вот сверх нашей этой нормы был этот Новый год. Новый год. Я лежала пластом с фурункулами в холодной ледяной комнате. И уже, как говорится, дыша неизвестно, каким образом я еще существовала. Потому что вот эти фурункулы, они, конечно, меня доконали абсолютно. Установлена нижняя граница норм выдачи хлеба. 125 грамм для служащих и иждивенцев. Тысячи людей умирают прямо на улице. Трупы лежат везде. В домах, на лестничных пролетах, во дворах и улицах. Их складируют во дворе больницы на Литейном проспекте, затем вывозят на окраину города и хоронят в братских могилах. Земля так промерзла, что могилы не копают, а взрывом делают воронку и сбрасывают туда тела умерших. Один раз видел вот через дорогу по следующему тротуару. Тут палатка с хлебом стояла. Идет машина, полуторка, и поперек, ну, в кузове люди свалены, и женщина упала. Упала и лежала. Вот ей никто руку не подает. В городе не осталось домашних животных и птиц. В пищу идут столярный клей, олифа, кора и молодые побеги деревьев. В пустой комнате одна одиннадцатилетняя девочка. Обстрелы, бомбежки и 125 граммов хлеба на сутки. И я этот кусок хлеба делила на три части. Первая часть – это завтрак, вторая часть – обед и третья – ужин. Чтобы мне не съесть вот эти два куска, кусочка, я их заворачивала, полотенечко, и у нас стоял книжный шкаф. Я вставала, значит, на диван, на подушки там и на книжный шкаф туда прятала, чтобы он мне не попадался на глаза, этот хлеб. И что дальше? А дальше я брала книжку и читала я. Вот в эти блокадные дни света в ноябре почти нет. Поздно светает, рано темнеет. И вот в эти промежутки я брала Дефо Робинзона Круза и вот я читала. Пока можно было читать. Потом я книжку прятала, наступал момент обеда, я съедала второй кусочек хлеба и третий до прихода мамы. Мама, чтобы поддержать, мы тоже, говорит, уже умирали почти. Она полстакана сахара и полстакана кипятка. И вот это вот пить заставляла. 125 грамм хлеба и туда добавляли 25% целлулозы. Это были бригады, которые заготавливали ветки елок, там этих разных деревьев, их перемалывали и добавляли в хлеб. На столах ставили такие плошки, куда наливали олифу, олифовое масло. Ну, олифу, короче. И делали фитильки. И вот эти фитильки поджигали, и они горели на олифовом масле. А мама, после того, как заканчивалось это совещание, она ходила по столам и где оставалось олифовое масло, сливала в баночку и приносила мне. И я это масло олифу ела. И это считалось просто роскошью. Несмотря на все ужасы блокады, Ленинград живет. Весной 8 марта жители выходят на субботник. Улицы города убирают от снега, разбирают завалы разбитых зданий, вывозят трупы. В конце весны, в начале лета, в Ленинграде, прямо на газонах, парках и скверах, жители делают грядки и сажают овощи. Люди стараются хоть как-то облегчить тяжелую продовольственную ситуацию. К концу 1942 года обстановка под Ленинградом была сложной. Войска Ленинградского фронта и Балтийский флот были изолированы, сухопутной связи между городом и Большой землей не было. В течение 1942 года Красная армия дважды предпринимала попытки прорыва блокады. Однако ни Любанская, ни Синявинская наступательные операции не увенчались успехом. 12 января 1943 года в 9 часов 30 минут началась наступательная операция «Искра». С тяжелыми боями стрелковые дивизии Ленинградского и Волховского фронтов прорывались навстречу друг к другу. И 19 января блокада была прорвана. Полное снятие блокады произошло 27 января 1944 года. В честь одержанной победы в Ленинграде был произведен салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Этот героический подвиг ленинградцев будет жить в веках. Люди отстояли город, превозмогая голод и холод, артобстрелы и бомбежки, тяжелую работу и потерю близких людей. Они просто хотели жить в своем доме, в своем городе, в своей стране. Ленинградская блокада Кровь и голод Плач и стон Ленинградская блокада Лютый холод Метроном Ничего уже не надо Пайка хлеба в кулаке Ничего уже не надо Жизнь, зажатая в руке Сыплет небо Ленинграда Колким снегом в черный рот Стынет сердце Ленинграда Сколько их еще умрет Смерть как отдых Как награда Жизнь как мука Страшный сон Ленинградская блокада Скорбь Разлука Метроном Ленинградская блокад Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok